Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Бутагоси Дахметова. Программа подготовлена Британским институтом по освящению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим о том, что важно. Власти Казахстана разблокировали доступ интернет-пользователей к блок-сервису LiveJournal «Живой журнал» на территории Казахстана со среды 11 ноября 2015 года. Решение о возобновлении доступа в ЖЖ было принято после исполнения администрации блок-платформы решений судебных органов Казахстана об удалении противоправных материалов, размещенных на ресурсе. Напомню, что доступ к этому сайту был закрыт 20 августа 2011 года по распоряжению Цараркинского суда Астаны. На самом деле доступ в ЖЖ в Казахстане перекрывали и ранее. Кроме того, блокировался видеохостинг YouTube и сервис рейтинга сайтов LiveInternet. По официальной версии доступ был закрыт из-за пропаганды терроризма. По неофициальной, которую проговаривали по бывшей советской традиции на кухне, этот блок-сервис был единственной возможностью заграничной оппозиции высказывать свое мнение по поводу казахстанских реалий. На самом деле, ЖЖ предоставляет возможность публиковать свои и комментировать чужие записи. И по своей сути практически не отличается от популярного Фейсбука. Но тогда чем объясняется такой пиетет или, напротив, нелюбовь к этой интернет-площадке? — Говорит казахстанский русский поэт Павел Банников. Павел, ваше отношение к тому, что в свое время закрыли ЖЖ, а вы теперь открыли? — Ну, какое отношение? Открыли хорошо. В общем-то, у меня там был блог, я туда вывешивал стихи. И многие редакторы литературных журналов, в которых я публиковался, они отслеживали в то время публикации поэтов и в их блогах, чтобы составить какие-то подборки, публиковать их в журналах. Сейчас, наверное, довольно бессмысленно. В общем, я думаю, что ЖЖ для Казахстана уже не станет тем, чем он был в 2007, например, году, когда там сидели все, когда оттуда получали информацию. Да и сам «Живой журнал» в общем и целом превратился сейчас в такой инструмент политической пропаганды. Я заметил, что за последние три года почти все активные пользователи ЖЖ, интересные и тех, кого хотелось читать, на чье мнение хотелось ориентироваться, знать его, почти все ушли в Facebook, так что сейчас я не думаю, что ЖЖ займет какие-то лидирующие позиции. Они говорят, что хотят зайти в Казахстан, делать какой-то отдельный казахстанский проект. Ну, что ж, посмотрим, пожелаем им удачи, но едва ли из этого что-то выгорит. Говорит звукорежиссер и предприниматель Искандер Джералгасов. Ну, вопрос в том, что вы потеряли с закрытием «Живого журнала». Мне импонирует тот факт, что «Живой журнал» опять открылся, потому что… Ну, для меня сейчас это будет еще одно чтиво, потому что все равно за многие года юзание Facebook и соцсетей, понимание того, что кликнул на ссылку и вылез там на казахстанское издание или на зарубежное издание ближних зарубежных стран. Понимаю, что так же можно это почитать. Сейчас вот у меня есть в компьютере, есть приложение. Сейчас для меня это чтиво так, убить время. Пока я еще не нашел того самого автора, которого я любил читать. Люблю, полюблю читать, вот так скажем. Поэтому время покажет. Платформа очень популярная, она популярна во всем мире, наверняка и в Казахстане она найдет своего читателя и пользователя. Говорит Бигжан Идрисов, главный редактор информационного агентства «Радиоточка». Ваше отношение к живому журналу? У меня никакого отношения к живому журналу нет. Я его не до закрытия особо не читал и сейчас не читаю. Живой журнал, ну что он потерял от закрытия? Он потерял такой рынок, как Казахстан. Ну да, мы его не видели в Казахстане, но поверьте, живой журнал жил и без нас прекрасно. Другой вопрос, а как нам-то без этого живого журнала? Ну вот кто-то там страдает, кто-то нет. Лично мне безразлично, абсолютно. По данным агентства TNS Web Index, интернетом пользуется 71% населения Казахстана в возрасте от 12 до 54 лет. При этом интернет обычно используется для работы с электронной почтой, поиска информации и просмотра новостей. 54% пользователей смотрят фильмы в интернете, музыку слушает 43%. Согласно рейтингу SimilarWeb, наиболее популярные площадки Казахстана – социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, поисковые системы Google, Яндекс, портал Mail.ru, а также видеохостинг YouTube. Среди популярных сайтов – автопортал колеса.кз, Инстаграм, а также сайты интернет-магазинов и интернет-банкинга. К сожалению, измерить процент пострадавших от закрытия живого журнала сложно. По той простой причине, что среди них есть и активные авторы, и просто читатели. И первые, и вторые сумели найти утешение на других интернет-площадках и соцсетях. На мой взгляд, разблокировка живого журнала говорит лишь о том, что снята опасность влияния зарубежно-казахстанской оппозиции. Скорее всего, в связи с уходами из жизни и политической арены одного из опальных противников нынешнего режима. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии, или вы желаете поделиться своими проблемами, вы можете позвонить по телефону Алматы 354-08-45. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освящению войны и мира. У микрофона была Бутагосия Дахметова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.iwpr.net, а также на фейсбуке на нашей странице iwpr.казахстан. Встретимся на этой же волне и снова поговорим о том, что важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!